Очень голопом по Европам расскажу, что такое лента, как мы ее ранжируем, что там рекомендуем, и немножко расскажу про аукцион блоков, что это такое, как она тоже интегрируется в ленту. Начнем с вообще постановки задачи, чего мы хотим. Мы хотим сделать самую удобную, эффективную контентную платформу, куда приходят люди, которые видят всю важную, интересную для них информацию, которые могут публично общаться друг с другом, с авторами, ну и в целом просто получают некоторое удовольствие от всего этого происходящего. И если мы эти цели пытаемся как-то оцифровать, а так обычно принято в мире, то мы работаем над такими метриками, как аудитория. Мы хотим, чтобы она росла, мы хотим, чтобы люди проводили у нас время, мы хотим, чтобы люди как-то очень с точки зрения детальных аспектов хорошо оценивали нашу платформу, это оценивается через различные анкетирования, ну и в целом, чтобы наш бизнес рос. Такие четыре цели, вроде похожие, но немножко ортогональные. Пару слов про NPS CSI, вот про как раз эти детальные аспекты работы рекомендательной системы. Мы хотим, чтобы, не знаю, люди говорили, что у нас релевантный им контент, полезный, интересный, ну и в противовес говорили, что у нас мало спама, кликбейта, трэша и рекламы. Вот, немножко про особенности продукта. Первое, на самом деле это очень большой продукт с большой историей. Это, наверное, один из самых крупных продуктов Рунета. Им пользуются ежедневно 52 миллиона людей. Это порядка 85% всех людей, кто выходит в интернет каждый день. Это много. И у нас большое количество авторов, даже если рассматривать только сообщества, это порядка двух миллионов активных сообществ. И этот продукт каждый год, на самом деле, продолжает расти. И в этом году он показывает рост плюс 40% относительно предыдущего. Это очень большие цифры. С одной стороны, круто, огромные масштабы. С другой стороны, это порождает серию, скажем, трудностей, вызовов тем, что, скажем, стандартные подходы работы с продуктом, ориентирование на среднего пользователя, они не работают. Вы можете… Вот эти 52 миллиона людей, они совершенно разные. У каждого свои потребности, свои задачи. И часто они немножко взаимоисключающие. Вы можете что угодно сделать на сайте, подвинуть кнопочку на один пиксель вправо, покрасить цвет, и обязательно придет несколько сотен тысяч людей, которые будут расстроены, этим будут говорить, что раньше было лучше. Ну и, скажем, это создает некоторые тоже трудности. Вот. Вторая особенность, то, что лент — это, на самом деле, точка единения всех сущностей, которые есть на платформе ВКонтакте, а их много, и они совершенно разные. Даже если мы говорим про типы контента, у нас их много. Это и тексты, и фото, и видео, и музыка, которая практически не представлена на других платформах. Лангриды, опросы, порядка 20 сущностей. И каждая из них требует какого-то своего индивидуального подхода, проработки, чтобы она работала эффективно, и для того, чтобы она интегрировалась в общую систему. Эта комплексность порождает трудности. Но помимо форматов, есть еще куча других, как бы разнородных совершенно сущностей, там наиболее такая всем понятная, это друзья и сообщества, которые требуют совершенно разных подходов в работе. Вот. Ну и третий момент, то, что мы ВКонтакте — это платформа для пользователей и авторов, это некоторая экосистема, в которой вот эти даже пользователи и авторы, они приходят за немножко разными задачами, за немножко разными целями. Люди приходят для того, чтобы, не знаю, увидеть, почитать наиболее важную, интересную им информацию. Вот. Авторы, например, хотят, чтобы каждый создаваемый их пост видели все их подписчики. Но это, кажется, похожие, да, цели и задачи, но они на практике все-таки немножко отличаются. А если мы сюда еще добавим какие-то цели, желания самой платформы расти, развиваться, что-то новое предлагать, чтобы оставаться крупным, востребованным и популярным продуктом не только сегодня, но и спустя несколько лет, то все становится еще гораздо сложней для конфигурации, для работы. Вот. Собственно говоря, ну, на самом деле, можно было бы всех сделать счастливыми, всех этих трех игроков. Если бы у нас было, скажем, бесконечное внимание пользователей, если бы люди к нам приходили и проводили, не знаю, круглое время на платформе, они бы тогда могли просмотреть все 63 миллиарда записей, которые у нас ежегодно создаются. Вот. Но время конечное, ресурс, внимание людей конечное. И на самом деле только 10% пользователей, они видят только контент от всех авторов, на которых они подписаны. То есть это очень, ну, немного. Собственно говоря, со всеми этими трудностями мы работаем как? Мы максимально персонализируем нашу систему, внедряем машинное обучение практически во все ее части для этого. Мы используем фреймворк многокатериальной оптимизации, когда мы сразу заботимся не одной метрики, а целом множестве. Для этого мы для каждой продуктовой цели строим некоторую метрику, которую мы напрямую можем оптимизировать машинам обучения и интегрируем ее в наш фреймворк. Ну и если мы проведем достаточно большое количество АБ-тестов, экспериментов, проверим гипотезы, то тогда у нас получится найти некоторый баланс между всеми нашими целями, задачами и даже вырасти платформу чуточку вперед. Напомним, как выглядит лента. Собственно говоря, в ней показываются записи от тех, на кого вы подписаны и вставки рекомендаций. Про эту часть наиболее подробно поговорим. Чуть-чуть поговорим про блоки, это вставки рекомендаций других сущностей и практически не будем говорить про рекламу, потому что за это, скажем, в первую очередь отвечают другие команды. Пойдемте дальше. Вообще, что такое качественная рекомендательная система? Мы очень много времени потратили на дискуссии, но, так сказать, и не пришли к консенсусу. Это очень все субъективное понятие. Кто-то говорит, что качественная рекомендательная система, это если она релевантная, интересная, дарит какое-то разнообразие и новизну контента, но это очень субъективные понятия. Можно пойти другим путем, говорить просто, что если какие-то метрики лояльности платформы растут, аудитория time spent, то значит у нас качественная система. Но проблема в том, что эти метрики напрямую очень сложно оптимизировать через машинное обучение, и в целом они очень медленно меняются. Ну и самый популярный подход при построении таких систем, то что в целом мы хотим, чтобы пользователи решали какие-то свои задачи на платформе. Эти задачи чаще всего выражаются через то, что пользователь совершает некоторые действия, совершает некоторые клики, комментирует, лайкает, кликает. И эти вещи уже можно напрямую оптимизировать через модели CTR-предикшена, которые всем достаточно хорошо известны. Окей, давайте пойдем таким путем. Давайте попробуем вообще ленту умную сделать так, ранжировать по вероятности того, что пользователь лайкнет контент. То есть вверху ленты будут показываться записи, которые пользователь наиболее вероятно лайкнет. Базовый простой подход. Собственно говоря, на слайде здесь примеры постов, которые, скорее всего, увидит, скажем так, среднестатистический пользователь на платформе. Посты, которым трудно не поставить лайк, но которые максимально быстрые, кликбейтные, ну не информативные. И если вы запустите ленту с таким алгоритмом ранжирования, у вас 100% вырастут лайки на платформе. Но вот те самые метрики лояльности, аудитория, time spent, скорее всего, очень быстро начнут падать. Кто-то сразу может сказать, давайте уберем весь такой контент, кликбейтный, через контентный анализ, через нейронки. Но это в лучшем случае решает только половину проблемы, потому что очень сложно провести границу между тем, что такое кликбейтный контент и не кликбейтный контент. И его разнообразие огромное на нашем масштабе, на нашей сложности системы. Но можно решить эту задачу, если мы будем оптимизировать не один, уменьшить видимость такого контента, скажем так, и повысить качество ранжирования, если мы будем оптимизировать не один клик, а сразу много. И тут как раз вырисовывается особенность нашей платформы, то, что у нас много разных типов кликов пользователи могут совершить. И на самом деле все эти 52 миллиона пользователей, каждый из них действует как-то по-своему. Кто-то лайкает, кто-то комментирует, кто-то просто кликает, а кто-то смотрит на контент и ничего не делает. И создание, скажем, некоторой композиции из всех этих метрик нам позволяет учесть интересы всего этого большого множества пользователей совершенно разных и также повысить качество контента, которое оказывается вверху ленты. Сюда, скажем, наслаиваются совершенно разные кликовые метрики. Помимо тех, что перечислил, можно не показывать контент, который пользователи дизлайкают, можно показывать видео, которые пользователи досмотрят до определенной минуты, секунды, музыку, которую они прослушают или добавят к себе в аудиозаписи. Все это разные типы взаимодействий, которые мы замешиваем в один композиционный таргет. Как это делается, как раз расскажет Женя в следующем докладе. Я же очень пробегусь дальше, потому что помимо кликовых метрик мы можем на самом деле сюда интегрировать и разные сессионные метрики. Например, если мы хотим как-то упорядочить посты, чтобы пользователь, допустим, просмотрел не три записи, а пять. И это работает, если, скажем, проявить некоторую магию и если у нас действительно есть пять интересных ему записей. Можно пойти еще дальше. Сюда точно так же интегрируются какие-то задачи авторов. Например, если самое простое, это если мы хотим, чтобы на автора подписывались и у него росла аудитория, мы сюда добавляем клик, не знаю, тип клика подписка или можем даже пойти дальше и придумать какие-то другие модели, которые будут машинного обучения, которые будут сюда так же интегрироваться и будут, не знаю, оптимизировать вот такие действия, что вот автор продолжит постить контент во Вконтакте, если этот пользователь увидит его пост. Ну и можно пробовать сюда замешивать даже какие-то long-term метрики, которые в свою очередь тоже являются какой-то моделью машинного обучения. Как это выглядит на практике? Ну, кто работал с рекомендационными системами, с машинным обучением, он знает, что есть метрики онлайна, есть метрики оффлайна, по которым замеряется качество модели. Обычно, когда у вас одна функция, одна метрика, которую вы оптимизируете, у вас есть одна метрика в оффлайне, одна метрика в онлайне. У нас же их целая пачка. И важно здесь то, что как раз мы строим взаимооднозначное соответствие между метрикой, которую мы оптимизируем в оффлайне, и метрикой онлайна. Здесь я, наверное, пропущу пару слайдов, но проговорю про, почему вообще можно ли напрямую оптимизировать вот эти метрики лояльности пользователей или нельзя. Допустим, мы хотим сделать такой таргет, то есть показывать вверху ленты такие записи, увидев которые, пользователь в будущем вернется к нам на платформу, либо будет у нас проводить чуточку больше времени. Одна такая, это, собственно говоря, самая наша высокоуровневая цель, метрика, задача на платформе, там растить лояльность, time spend аудитории. Мечта любого продукта сделать одну метрику, один таргет. У нас даже такая штука была на платформе, крутилась несколько месяцев. Обучается, очень интересная вещь, обучается она не через обычный регрессионный анализ, через кожал инференс, когда вы анализируете целый пул множества уже проведенных АБ-тестов и через специальные модели, детальные метрики пытаетесь найти вот как раз такое соответствие, вот что увидев этот пост, пользователь в будущем начинает больше времени проводить на платформе. Вот. Но все это в какой-то момент кануло в лету, потому что мы пришли к некоторому другому подходу, как раз про который расскажем. Чуть-чуть про признаки ранжирования. У нас они максимально простые, это разные типы кликов, они работают очень эффективно. Наверное, один из самых важных – это история взаимодействия пользователя с автором, это разные CTR-ы записей в клики, это история взаимодействия пользователя с тематикой, это похожесть автора на тех, с кем пользователь взаимодействовал до этого, ну и различные анкетные данные. В целом, достаточно стандартная история для рекомендационных систем. Ну, наверное, наибольший вес играет какая-то накопленная история взаимодействий. Эти признаки, видимо, отражают как раз суть социальной сети, то, что вы, начиная с кем-то общаться, взаимодействовать, постепенно как-то проникаетесь друг к другу теплыми чувствами и потом хотите смотреть все больше и больше контента от этого автора. Вы говорили про ранжирование, давайте про сами рекомендации, их вставку в ленту поговорим. Зачем они вообще нужны? Почему нельзя показывать только контент от тех, на кого пользователь подписан? На самом деле можно, но в долгосрочной перспективе начинают играть эффекты, что у пользователя в течение года могут меняться его интересы и тематики, и авторы, которые ему были интересны год назад, сегодня уже не так ему интересны. Ну, а люди достаточно ленивы, скажем так, и любопытны. Они сами, очень небольшое количество людей, сами готовы что-то делать для того, чтобы найти новых интересных ему авторов или интересные тематики. Ну, а для авторов рекомендации – это как раз повод для того, чтобы найти новую аудиторию и вырасти. Собственно говоря, какие записи рекомендуются и как устроены рекомендации? В нашем случае мы строим рекомендации от авторов. Это значит, что у нас существует несколько рекомендационных систем, друзей, сообществ и так далее. Именно других авторов мы рекомендуем, а дальше берем какие-то их записи, последние N записи или лучшие записи за несколько последних дней и показываем их в ленте. И здесь как раз происходит завязка на другие рекомендационные системы. Мы переиспользуем, скажем, результат их работы у нас в ленте. Но здесь есть несколько трюков для того, чтобы вот это переиспользование сработало. Есть такая проблема, то что другие рек-системы, они, скорее всего, заточены на другие таргеты, на другие цели, которые не соответствуют тем задачам, тем целям, которые есть в ленте. И эти таргеты надо как-то подружить. Либо другие рек-системы переобучить на те же самые таргеты, что используются в ленте, либо переобучить на те же таргеты, что используются в ленте. Но дополнительно надо, по нашей практике, практически всегда надо добавлять модели, которые явно фильтруют контент, рекомендации, которые пользователю точно не понравятся. И для этого у нас есть набор дополнительных моделей, которые оценивают вероятность, скажем так, дизлайка пользователя. И эти модели используются как раз для фильтрации нерелевантного контента. И чтобы дополнительно здесь добавить некоторые персонализации, в чем еще проблема? В том, что пользователи разные, у кого-то и так интересные подписки, он и так подписан на интересных, классных авторов, у кого-то же наоборот плохие текущие подписки, и ему, может быть, надо показать побольше рекомендаций. В этом случае он найдет с большей вероятностью для себя что-то новое и интересное. И чтобы обеспечить вот эту персональность, мы ранжируем рекомендации наравне с записями в ленте. И точно так же адаптируем, подстраиваем таргет ленты, встраивая туда вот такой клик, как subscribe. Немножко про вообще рекомендационные системы, что у нас есть. Наиболее, не знаю, понятная, классическая штука – это рекомендации сообществ, в которых используются коллаборативные модели, ILS, Word2Vec, нейронки, deep learning, attention-based, вещи все это используются так или иначе в системе. Но, опять же, чтобы все эти решения работали максимально эффективно, мы занимаемся точно так же много критериальной оптимизацией. Мы хотим, с одной стороны, строить такие рекомендации, с которыми пользователи будут взаимодействовать, допустим, подписываться на этих авторов. А с другой стороны, мы хотим строить такие эмбиддинги в рекомендационных системах для авторов, чтобы по нему, по эмбиддингу было максимально просто предсказать его тематику, тематичность. И это оказывается важным для нас свойством. Мы заметили, что это сильно улучшает восприятие пользователей от нашей системы. Чтобы это сделать, мы точно так же одновременно анализируем не одну матрицу, а целое множество, в том числе какую-то контентную информацию про автора. Пример, который показывает, почему это важно. Пример с рекомендациями суши, с которыми мы, наверное, бились около месяца в том году. Мы хотели, чтобы по рекомендациям для суши ресторана, пример вот слева, вылазили рекомендации других суши ресторанов. Но так получилось, что используя только коллаборативную информацию в рекомендациях, все время в топ вылазили и рекомендации каких-то районов Санкт-Петербурга. Например, вот паблик про Парнас-Сити. Вроде бы это и релевантная информация, но не то, что мы хотели вот от продукта. И только добавление контентной информации, а не десятки опробованных коллаборативных моделей, нам позволили сделать более таким тематичным топ-рекомендации для суши. Другая система рекомендаций друзей очень необычная, очень нестандартная, интересная. В чем ее отличие? В ней не работает вот такой классический коллаборативный подход. Можно только гадать, почему. Возможно, потому что люди в ВКонтакте дружат друг с другом только если они лично знакомы. И вот, скажем, этот фактор личного знакомства передается, его можно предсказать, только анализируя какую-то локальную окрестность графа. У нас есть интересная статья про это на Хабре, про наш подход. Он базируется на анализе эгографов. Идея в нем следующая. Если мы хотим предсказать вероятность между Петей и Васей, давайте спросим их общих друзей, что они скажут. Допустим, спросим Андрея. Два вопроса. Первый. Андрей, как ты считаешь, Петя добавит кого-то в друзья из твоего окружения? Второй вопрос. Как ты думаешь, Вася примет заявку в друзья от кого-то из твоего окружения? И, в принципе, базовом предположении можно эти две вероятности сложить и получить вероятность дружбы между Петей и Васей с точки зрения Андрея. Если потом эти вероятности сегрегировать как-то по всем Андреям, то можно получить какую-то более точную оценку знакомства и дружбы между пользователями. Такая интересная идея. Надо сказать, что описанное на Хаббре решение, оно оказалось эффективнее практически всего, что мы пробовали из коллаборативных моделей или нейронок. Но вот текущее продакшн-решение, это некоторая нейронка поверх вот этих эгографов, оно значительно превосходит вот эту описанную идею. Надеемся про это тоже рассказать в ближайшее время. Еще один частый тип рекомендаций соц.дем.топы. Зачем они нужны? Когда вам приходит новый холодный пользователь, вы про него ничего не знаете, вы не знаете, что ему нравится, и вам остается только предположить на базе его анкетных данных пола возраста, какие тематики ему могут быть интересны, и показать какой-то самый классный, самый интересный контент на платформе. Но, опять же, проблема, что этого самого классного контента на платформе не существует в принципе, потому что, простой пример, юмор для 18-летних и для 35-летних он фантастически отличается друг от друга. И поэтому мы, опять же, должны идти в сегментацию, что пользователей, что контента, и строить топы индивидуально по каждому из вот этих сегментов. И здесь попутно мы сталкиваемся тоже с целой серией задач контентного анализа и классификации контента на множество различных тематик и фильтрацию кликбейта, хейтспича, различных реклам и большого разнообразия контента, который на самом деле люди очень негативно воспринимают. И для этого мы используем какие-то самые современные на текущий подход нейронки, клип, берд, и поверх них строим много-много разных классификаторов на вот все эти категории тематики. Используем это как в соцдемтопах, так и в признаках ранжирования и в фильтрации разного рода рекомендаций. Но надо сказать, что несмотря на фантастический прорыв вообще больших языковых моделей, но с классификацией очень компактного, емкого и часто саркастического контента соцсетей, они пока не очень справляются. Последняя тематика про аукцион блоков. Что это такое? Мы хотим показывать вставки каких-то различных еще сущностей, которые у нас есть на платформе. И это оказывается тоже достаточно востребовано. Опять же, большинство пользователей по каким-то причинам им лениво что-то кликать, смотреть. Они хотят листать ленту вниз и видеть что-то интересное, начиная от интересных друзей, клипы, товары, музыки. Там большой список различных таких подборок. Но, опять же, мы понимаем, что каждая из этих вещей, она интересна далеко не каждому человеку, и мы хотим показывать, таргетировать эти вещи только на тех пользователей, кому это действительно интересно и востребовано. Как мы это делаем? Опять же, здесь есть целый набор отдельных моделей, которые предсказывают вероятности целевых действий с этими блоками. При этом это какие-то, скажем так, очень глубокие целевые действия. Не просто пользователь кликнул на плиточку, а добавил кого-то в друзья, что он установил контакт с продавцом, а может быть, даже купил товар. То есть, скажем, максимально такое глубокое действие, которое показывает ценность этого блока для пользователей. Ну и опять же, чтобы минимизировать разный негатив и трешак, мы негатив пользователей мы фильтруем, не показываем блоки, если предсказываем, что пользователь на него негативно отреагирует, либо, скажем, просто пролистнет. Ну и здесь опять же проблема, с которой мы сталкиваемся, с тем, сталкивались и до этого, что нам надо сравнивать друг с другом немного несравнимые вещи. Наша общая цель – это рост платформы или каких-то конкретных сервисов, но каждый из этих сервисов, каждый из этих блоков, он обладает различной конверсионностью, потому что немного отличается внешний вид, потому что разная популярность у сервисов, у блоков, ну и сама сложность целевого действия отличается. Одно дело это, не знаю, посмотреть несколько клипов в блоке, другое дело купить, заказать товар у продавца. Ну и мы опять же сходимся к нашей уже задаче известной многокатериальной оптимизации, некоторого подбора весов, что мы делаем подходом, схожим с тем, что происходит в ранжировании и в рекомендациях. важно, что я писал много систем разных, каждая из них обладает огромным количеством гиперпараметров, можно эти решения реализовывать десятками разных способов, и тут очень большую роль начинает играть скорость проверки каждой гипотезы, мы это делаем через АБ-тесты, и то, насколько быстро мы это все проверяем, насколько много одновременно решений проверяем, это все очень сильно влияет на итоговый результат. Итого, подводя черту под выступлением, лента это очень комплексный продукт, который требует нестандартных ML-решений, при этом затрагивает практически все области машинного обучения. Наш ответ на эту комплексность это то, что мы сводим все не к одной цели, но ищем баланс между множеством целей. Ну и также хотел сказать, что машинное обучение это только вершина айсберга, которая работает поверх большого количества систем, инфраструктуры, для того, чтобы вся эта магия случалась, нужно участие большого количества людей, и бэкэнд специалистов, и аналитиков, и QA, и фронтенд, и продуктовые, и мобильные, клиентские разработки, и много-много-много всего. На этом я заканчиваю. Спасибо большое. Буду рад ответить на вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ